В минувший понедельник чиновники собрались на аппаратном совещании. Рабочая встреча началась с доклада дежурных о происшествиях в городе за выходные. История с нечищенными парковками у домов номер 33 и 35 по улице Ленина продолжается. На момент проверки по улице Ленина 35 парковочные карманы были очищены. Не очищена парковка для инвалидов. По улице Ленина 33 часть парковочных карманов занесена снегом. Очищено три парковочных кармана, причем на одной из парковок снег сдвинут в сторону газона. Власти ищут компромисс для сохранения парковочных карманов. Предприниматели отказываются их чистить от снега. Дошло до того, что чиновники предложили и вовсе закрыть парковки на зимний период, но передумали. Решили продолжить переговоры и еще раз спросили индивидуальных предпринимателей, нужны ли им парковочные карманы. Необходимость парковочного пространства, нужно понять, насколько аргументированно люди об этом говорят. Каждое предприятие потребительского рынка, если это связано, должны иметь парковочное пространство. В магазинах рассчитывается от площади торгового зала. Глава города уверен, что парковочные места предприниматели обязаны содержать. Он дал поручение своим подчиненным, чтобы те попытались достучаться до бизнесменов. Отдел жилищно-коммунального хозяйства продолжает контролировать соблюдение договорных отношений между управляющими организациями и собственниками. Зачастую вывоз снега в этих документах не прописан, что создает серьезную проблему, ведь эта зима выдалась особо снежной. С приходом весны некоторые дворы рискуют уйти под воду. Оставить жалобу на управляющую компанию жители Берска теперь могут в электронном виде. От граждан и общественных объединений мы принимаем информацию в виде фотоматериалов, видео и просто информацию. И выезжаем немедленно для осмотра, для принятия мер оперативного реагирования. Сообщение нужно отправлять на электронный адрес controlmkdsobako.gmail.com Жители верхних этажей обяжут убирать наледь и сосульки с козырьков балконов. Это не каприз и не фантазия главы администрации. Это реальность, которая происходит повсеместно. Если сделать это самостоятельно не получается, придется заключать договор с управляющей организацией на выполнение данных работ. Если собственник не устраняет сам за свой счет, сброс снега осуществляет очистку управляющая компания и потом ведет работу по возмещению данных средств собственника. Надежда Нятина напомнила, что работу городского коммерческого транспорта бирчане скоро смогут наблюдать в режиме онлайн. Весь пассажирский транспорт зарегистрируют в региональной навигационно-информационной системе Новосибирской области. Пока у нас готовится сейчас нормативная база, чтобы все перевозчики правовым актом были обязаны эту систему подключить у себя. Пока спутниковая система отслеживает лишь семь муниципальных маршрутов. О работе медицинских учреждений рассказал главный врач Центральной городской больницы. По окончании зимних каникул и с установлением более комфортных температур в городе зафиксирован рост числа заболевших. Медики уже ввели карантин в поликлиниках и больницах.